приветствую вас дорогие друзья и как всегда рад с вами встретиться вот надеюсь вы поблагодарили бога за новый день вашей жизни потому что только он решает жить нам или уйти из этого мира в другой ну а если уже уходить тогда надо покаяться успеть а первым делом как только нога одна спустилась кровати поблагодарите бога за новый день надеюсь он у вас будет прекрасно я давно с вами не говорил о новостях евроньюз они очень интересные тем более что жена нашего президента очень любит это издание да она более или менее справедливо и что сегодня нового было в евроньюз а сегодня у нас 16 ноября 12 пакет санкций евросоюза попадут российские алмазы это очень сильный удар по экономике конечно большая заслуга в этом президента украины он настаивал на этом ну вот получили новые санкции центре расследования российский бизнес на кипре и речь идет о расследовании в отношении романа абрамовича он подозревается финансирование российских властей через схемы на кипре тяжелый удар по бизнесу путина потому что абрамович очень близкий к нему человек международный ордер на арест президента сирии получен сегодня теперь к любая страна которая будет принимать этого негодяя он конечно же негодяй нажился на несчастном своем народе вот должна будет сразу по красной карточке европола задержать его посадить в тюрьму ну а потом международное расследование очень важная новость о которой я хотел бы рассказать отдельно ну давайте уже раз мы говорим о евроньюсе поговорим о нем сегодня прилетел в ша восстанавливать отношения между странами си дзинь пинь очень интересно недавно я случайно увидел какого-то политолога кстати у него там полно было подписчиков ну такую дурь нес о том что якобы си дзинь пинь приехал устанавливать с америкой военные отношения это невозможно потому что я прошлом но не скоро 73 уже будет на следующий год я жил при коммунизме 10 лет был коммунистом я знаю как относились коммунисты и относятся к чужой идеологии никогда и не при каких условиях америка и китай не сойдутся в военном отношении а потому президент байден назвал тут же си дзинь пина диктатором грустно потому что объединение с россией да еще с ираном и северной кореи где вся экономика и все производства работает исключительно на создание новых ядерных вооружений и они уже дошли до того что чуть ли не снаряды будут выпускать с ядерными было боеголовками то есть тут у них прогресс огромный нищета населения ну и все остальное что бывает страна где правит диктатура так что встреча это можно назвать случайная потому что си дзинь пин прилетел не к президенту америки америка к сожалению потеряла очень много в международном авторитете и это произошло потому что падает ее экономика со времен отдам обамы который привел байдена они как демократы они традиционно социалисты поэтому конечно бизнес стал падать и это очень плохо друзья потому что на самом деле америка являлась центром который насаждал демократию израильские войска ваш вошли в больницу аш-шифа в газе и проводят операции против хамас сша подтвердили что боевики используют госпиталь как прикрытие не только этот госпиталь госпиталь друзья они из все в том числе и родильные дома используют этих негодяев бандитов я не знаю совершенно и не понимаю идеологии убей того кто не верит в твоего бога и за это ты получишь большое огромное наслаждение в том числе кстати от женщин которые ждут не дождутся убийцу чтобы обнять его вот и расцеловать ну ужасно но это все конечно отдельная история на западном берегу иордана участились вторжение израильской армии удары по вновь созданным лагерям беженцев отмечает министерство здравоохранения палестины растет число погибших но я вам скажу что евроньюз занимает при всем моем уважении маленько антисемитскую позицию потому что на самом деле верить тому что утверждает хамас и палестинские сми но это просто смешно потому что это нищие не демократические диктаторские режимы с нищим населением и ужасным явлением которое никакого отношения к богу не имеет потому что есть вера в бога а есть безумие есть просто поклонение каким-то сказочным рассказом миссии которые существуют разных религиях до грустно кстати сказать когда вы слышите о том сколько убита сколько ранено вот просто для интереса чтобы вы зауважали мою старость вы посмотрите на цифры если речь идет о не демократической стране а тоталитарной стране о коррумпированной стране то жертвы указываются в тысячах там миллионах погибло тысяча или две тысячи а если это касается демократической стране ну например вот в израиле да за время войны убита 13 человек они знают каждого убитых они молятся за души убитых они понимают цену человеческой жизни и конечно стыдно такому изданию публиковать вот такие я бы сказал дерьмовые цифры это брикня и больше ничего ну и плохая новость ветер перемен называется германия начинает готовить армию большой войне я говорила вам о том что об этом говорил и президент украины о том что локальные конфликты к сожалению могут вызвать третью мировую войну и она очень близко плохо друзья и все только потому что экономика америки падала при демократах и это очень грустно к сожалению в этом году впервые за всю историю американский доллар был оценен некоторыми международными аудиторскими компаниями как валюта которая их акции которые они выпускают которая подвержена проблемам это все что я хотел вам рассказать все что происходит на земле это конечно не заговор каких-то конкретных людей это ответ творца на безобразие которое мы на земле творим из экологии и с уважением к правам человека и ко всему остальному позвоните своим родителям обязательно пока они живы потому что моих родителей уже нет я очень сожалею о том что недостаточно с ними общался всем желаю добра и удачи и жизни 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 живите живите удачи